У меня папа коренной уманчанин, мама моя из Луганской области. И когда они познакомились, мама, естественно, сделала линию свадьбу, переехала к нему здесь, сюда, на Пушкино жить. И все мое детство прошло здесь, на Пушкино. Мы постоянно каждый год на Рошашану, на Еврейский Новый год, мы брали к себе домой хасидов. И мое все детство проходило именно с ними. В общем, это все было очень для меня интересно. И если бы я знала, что ГИЮР можно пройти намного раньше, я бы не в 27 лет пришла проходить его, а прошла бы намного-намного раньше. Я заходила в церковь, но мне там нехорошо. Вы знаете, когда должно быть какое-то облегчение, ты должен себя как-то чувствовать совсем по-другому. У меня такого ощущения не было. Приходишь, просишь по ГИЮР, говоришь ему, не надо, для чего? Для чего тебе законы такие тяжелые, для чего тебе это все понимать? И так три раза. А если после три раза человек решил, что он да хочет, значит он действительно хочет. Она не делала это для того, что с кем-то женится, или влюбилась в кого-то, или для того, что кого-то нравится. Она сам потянулась к этому всему. Она сам хочет это. Это она берет с собой абсолютно свою посуду, она берет абсолютно свою еду, потому что у нас же еда не кошерная. Она не может кушать просто нашу еду, ну, кроме фруктов некоторых. Я ни секундочки абсолютно не пожалела, что я прошла ГИЮР и приняла иудаизм. И когда я вот первый раз пришла к Равину, такого еще не было за всю историю девочек, которые проходили ГИЮР, он меня позвал в этот же день на Шаббат к себе домой. Я говорю, не может быть, не может быть. Я как сейчас этот день помню, я помню, мы с мамой поехали на рынок, мама моя ждала здесь, в машине. Мы приезжаем на рынок, и я помню, как звонит помощник, я говорю, тебя зовут на Шаббат. Ой, для меня это было, это сейчас, не покажите это, пожалуйста. Для меня это насколько была такая радость, я была очень-очень счастлива. И вот каждый день, который я здесь провожу, для меня он насколько значим. Блин, я обожаю то, что я делаю. Аккуратненько, у нас тут скользко. Помыли пол. Когда я прихожу на свое рабочее место, я зажигаю огонь для того, чтобы девочки могли уже работать с плитой и с продуктами. Девочки знают, что зажигать огонь только может еврей. Когда вот я пришла сюда работать, обязательные курсы для того, чтобы знать, как правильно, что делать. На этом столе ничего мясного нельзя использовать. У нас есть мясной отдел, вот он находится. Мы его помещаем красным. У нас обязательно должно быть две мойки. Одна мойка для молочки, вторая мойка должна быть для мясного. То есть мы обязательно это все распределяем. Приходит рано на работу, робит свою справу, мы там мясимое тесто, это все робим, мочкаем. Она приходит у нас, включает, ставит мясные блюда на газ, робит афашат хала в молитве. Ну, естественно, всю зелень проверяет. Петрушечку, кузгору, капусточка. У нас есть, как вы видите, определенные лампы. И под этой лампой очень хорошо видно жучков, если они есть. И вот, когда я проверяю, каждый лепесточек мне нужно проверить. Каждый лепесточек я пересматриваю. Или нету нигде на нем никаких жучков, ничего. Я беру этот пакетик, завязываю. Беру, пишу наклеечку. Сегодня какое число у нас? 19. Значит, 06.2020. Пишу свое на иврите имя, что я проверила, и подпись. Я очень люблю свою работу. Тем более, если она приносит пользу, то это вообще лучше даже не придумать. В нашем городе, увы, очень много антисемитов. И это проблема, потому что люди, они не знают, как это здесь все внутри. Были такие случаи, когда в конце нашего города, либо в центре города жили люди, и говорили, вот эти хасиды, жиды, жиды и так далее. Когда они сюда попадали, различные могут быть причины. Когда они попадают, они меняют свое мнение. Они говорят, блин, да вы не такие же. Вы хорошие, вы отзывчивые. Вы помогаете друг другу, вы помогаете людям, которые нуждаются. Так, наши красотки. И вот сюда. И закрываем.